Я боюсь плавать. Купаясь, не захожу глубоко. Обязательно нужно, чтобы ноги нащупывали дно. И мутной воды боюсь. Если море грязное, я вовсе остаюсь на берегу. Гляжу на грязные волны, рвущиеся на берег. И по спине бегут колючие ледяные мурашки. Я не знаю, что может прятаться там в воде. Что смотрит на пловцов из глубины. Кто знает, о чём оно думает. Тем летом моя семья решила отдохнуть на море. Мама с папой дорабатывали последние недели до отпуска. Она, сестрой только сдавших сессию, было решено отправить вперёд. Освоиться. И заранее разведать самые интересные места. Прибыв на место и найдя съёмную квартиру, мы с Валькой осознали, что двое суток в одном купе. Немного чересчур даже для самых дружных близнецов. После стольких разговоров по душам, весёлых игр в монополию и карты, да мы больше видеть друг друга не могли. Не сговариваясь, оба разбежались по разным комнатам. Разобрали вещи. И стали вести себя, как будто другого близнеца не существует. Валька засела у себя, уткнувшись в ноутбук и забившись в дальний угол, где можно было поймать вай-фай, пароль от которого ей удалось выключить у соседей. Изредка из комнаты сестры доносились зловещие звуки. Сестра снова включила свои стрёмные манечные сериалы. Хорошо, что можно было уйти из дома и не слушать это. За первую неделю я научился ориентироваться в солнечном приморском городке. Разведал рынки, сбил ноги, поднимаясь туда-сюда по каменным лестницам и выяснил, что на людных пляжах мне делать нечего. Слишком там много неприятных личностей. Вода грязная, торговцы ещё и тенозолевые, отвратительная попса из местных кафешек по вечерам. А вот если уйти по берегу километров на пять, совсем другое дело. Мне нравились большие камни, торчащие вдоль берега, и водоросли, затаившиеся на дне. Даже наглые чайки и клевавшие мои вещи, стоило отплыть подальше от берега, не раздражали. Даже долгий путь домой в мокрых плавках. Несчадно торгуясь, я купил себе маску с трубкой и ласты на ближайшем рынке. Теперь я мог любоваться пляшущими под водой водорослями, выслеживать рыб, искать потерянные вещи. Однажды, отплыв особенно далеко от берега, я увидел оборвавшуюся с какого-то корабля якорь. Огромный, с фонарной столб размером. Я быстро научился нырять с маской, и теперь часто пытался доплыть до того, что меня заинтересовало на дне. Многие камни под водой оказались бесценными, как потерянное пиратское сокровище, но на воздухе блекли. Всё равно я проносил их домой и строил из своих трофеев живописные пирамидки на тумбочке у кровати. Однажды я нашёл здоровенную медузу. Долго вокруг неё плавал, дразнял, стуча пластом по упругому куполу. Вечером Валька, послушав рассказы об этой встрече и обзавидовавшись, пошла плавать со мной. Но её энтузиазма надолго не хватило. Кто ещё выдержит три часа торчать на береге, пока брат пытается выковырять изна какой-то особенно интересный камень? На следующий день я снова пошёл купаться в одиночестве. Море выглядело многообещающе. Чистейшие волны ласково шлёпали по камням. Солнечные блики плясали на водной глади. Сколько всего можно найти в такой прозрачной воде? Идя по тропинке в сторону самых безлюдных пляжей, я чуть не подпрыгивал от предвкушения, придерживая ещё влажное после вчерашнего купания полотенце на плече. На другом болтался пакет с запотевшей маской и бутылкой любимого кваса. Добравшись до своего любимого нырячего места, я поморщился. А в воздухе повис неприятные запогнили. Словно где-то лежала сдохшая чайка или выброшенная на берег рыбина. Впрочем, задерживаться на берегу я не собирался. А в море воздух всегда свежий. Я огляделся, втайне надеясь увидеть источник волны и выбросить его подальше в кусты. Ничего. Только пара бутылок из-под пива. Иногда тут всё же встречаются другие любители одиноких прогулок. Некоторые вот сорят. Я удивлённо нахмурился, когда мой взгляд упал на большие камни, виднеющиеся на том конце пляжа. Что здесь делает ребёнок? На самом дальнем камне, у самых волн перебирающих желтоватые водоросли, сидела девочка лет шести, одетая в мокрое голубое платьице. Её светлые волосы, тоже влажные, падали на лицо. Ребёнок безмятежно болтал ногами в воде. «Эй! Где твои родители?» Крикнул я и помахал ей рукой. В ответ девчушка замотала головой и махнула в ответ рукой куда-то в сторону воды. Мол, там купаются, а она их ждёт. Подумал я, сбрасывая на землю пакет и доставая из него ласты и маску. Ну и отлично. Вода была на удивление холодной. Зато медузы все попрятались. Хорошо. Я отплыл подальше, оглядывая дно. Присмотрел новый камень в свою коллекцию. Набрал воздуха и, вынув трубку изо рта, нырнул. В такой прозрачной воде я плавал впервые. Дно оказалось дальше, чем я думал. Пришлось всплывать, наградив понравившийся камень прощальным страстным взглядом. Ещё через несколько нырков я обратил внимание, что белый песок над ней местами был покрыт вытянутыми ямками, словно чьи-то следы и цепочками, выходящие из глубины к берегу. Что за животное их оставляет? Я вновь вынырнул, снял маску и осмотрелся. Сам не заметил, как оказался у самых камней, где видел ту девчонку. Кажется, она куда-то ушла. На её месте я бы тоже постарался отсюда смыться. Кажется, именно тут находится источник вони. Глаза слезились, горло подкатила тошнота. Ужасно. Я решил поскорее отплыть подальше, но напоследок всё же ещё разок нырнул. Ой, а что это? На дне, покрытом всё теми же продолговатыми следами, лежала какая-то поросшая водорослями цепь. Таких трофеев я домой ещё не приносил. Уже не обращая внимания на вонь, я набрал побольше воздуха и поплыл вниз, не сводя взгляда со своей цели. Грибок. Ещё грибок. Работаем ластами. Уши закладывает, но не сдаёмся. Готово. Пальцы сомкнулись на толстых скользких звеньях. Я потянул. Цепь, на удивление, тяжёлая, подавалась неохотно. С таким грузом я не всплыву. Но на тот момент, поглощённый азартом, я был готов даже за несколько подходов тянуть её до мелководья. Вот Валька удивится. К сожалению или к счастью, но последнее звено цепи оказалось намертво прикручено к спрятанному в песке камню. Я извернулся и уперся ногами в дно. Потянул изо всех сил. Бесполезно. Эх, цепь моя, цепь. Кажется, наш роман не удался. Нас разлучает судьба. Огорчённо быкнув, я поплыл к берегу. Уже нащупав ластами дно, но не успев вынырнуть до конца, я зачем-то посмотрел назад в глубину. Какого хрена? От неожиданности я хлебнул воды и рванулся на поверхность. Откашивавшись и придя в себя, нырнул снова, распахнув глаза позапотевшей маской. Ох, ничего, никого. Значит, показалось? Ведь такого не бывает, правда же? Дальше купаться расхотелось. Я побрёл домой, твёрдо решив ничего не рассказывать Вальке. Ночью, уже засыпая и посмеиваясь над пережитым страхом, подумал, что стоит всё же туда вернуться за цепью. Взять камень и попытаться её добыть. Доказать, что я мужик, что ничего не боюсь. Это уже дело принципа. Но на следующий день Валька почему-то стала требовать внимания. Захотела на аттракционы. Потом поесть. Потом... Вить, тут есть зоопарк. И вернулись домой, мы уже на закате. Никуда в тот день я больше не пошёл. А потом неожиданно приехали папа с мамой. И до самого конца отдыха купаться мы ходили все вместе. Перед самым отъездом Валька пришла ко мне в комнату. И протянула мне свой открытый ноутбук. В глазах сестры плескался даже не страх. Это был ужас. Вить, смотри! Я недоумённо, пожал плечами, взял ноутбук. На котором была открыта свежая статья. И принялся читать. С каждой строчкой мои глаза становились всё больше. А ближе к концу статьи волосы на голове зашевелились. Я свернул вкладку дрожащей рукой и посмотрел на сестру. Это случилось здесь? В этом городе? Валька кивнула. Она нервно дрожала. Их нашли на том пляже, где мы с тобой плавали. Восемь трупов, Вить! Словно какой-то Декстер заметал следы. Я снова открыл статью и перечитал несколько слов. Поднял руку. Из силы сжал переносицу. Нет. Этого просто не могло быть. Ныряльщик случайно нашёл восемь полуислевших, объединенных рыбами трупов, в глубине на моём любимом пляже. Пока ни одного не опознали. Но подозревали, что среди погибших находится несколько туристов, пропавших в этом сезоне. Туристы стояли в воде, привязанные за ноги длинными цепями. Валь, я сглотнул. А я ведь видел там цепь, когда нырял. С грузом на конце. О боже! Ахнула сестра и рванулась меня обнимать. А я огладил её по волосам, успокаивая. И думал о запахе гнили на том пляже. И о том, что мне тогда подчудилось на глубине. Но ведь этого не может быть. Правда? Это же было не по-настоящему. Не могла же маленькая девочка в голубом платье стоять на дне у той цепи. Её глаза не могли светиться. Но если это было так, то девчонка, кем бы она ни была, смотрела на меня с той же жадностью, что и я на тот камень, что не смог достать со дна. Вот поэтому я больше не плаваю на глубине. Вот поэтому боюсь мотной воды. Если бы не Валька с её, как мы это называем, Близняшечим Чутьём, на следующий день я бы вновь пришёл на тот пляж. И, кто знает, может и меня бы добавили в коллекцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok